Добрый день дорогие друзья, я рад вас приветствовать на канале о стране и мире. Сегодня пятница и это значит, что у нас новый очередной разговор о главном с Кириллом Роговым, главой проекта Рераша. Кирилл, добрый день. Добрый день. Да, давайте попробуем, как обычно, посмотреть на основные, даже возможно не события, а важные такие информационные точки недели. Их набралось довольно много и каждая из них имеет и содержательное, а подчас и такое важное символическое значение. И начать бы я хотел с материала проекта Рераша, который описывает исследование Центрального банка о состоянии российской экономики, а точнее о том, что с одной стороны российские предприятия в большой степени преодолели первые трудности, возникшие с введением санкций по доступу к комплектующим и собственному технологическому обеспечению. Тем не менее, уровень этих трудностей остается довольно высоким, порядка 30% по экономике России в целом. Да, это я бы сказал, что мы на этой неделе в Рераша обозревала два таких экономических, аналитических доклада. Это вообще наша одна из главных задач. Мы обозреваем то, что ту экспертизу, которая России появляется на Западе, в Европе, в Америке, внутри самой России, как бы давая людям такую картину, углубленную картину знания о том, что происходит в политике и экономике российской вокруг нее. И вот мы обозревали два таких доклада. Один это такого синтенка экономического с непроизносимым названием ЦМАК, Центр макроэкономического прогнозирования. Он близок к вице-премьеру Белоусову, и как бы в этом смысле он очень важен, ну и он так углубленно следит за тем, что происходит в российской экономике. А второй это вообще один из лучших, который сейчас есть на рынке аналитических продуктов. Это такой обзор, ежемесячный обзор Центробанка, о чем говорят, тренды он называется. И он действительно очень высококачественный такой аналитический ежемесячный обзор российской экономики. И оба они, как бы оба этих обзора, они бродят вокруг темы, как действительно непонятно, насколько упадет российская экономика, насколько фатальным будет этот кризис, связанный с ограничением импорта. Прежде всего импортокомплектующих, инвестиционных, так называемых, товаров. Это экономисты называют инвестиционными товарами. То, из чего производят товары, танки, оборудование. И на сегодняшний день, по состоянию экономики, по ее анализу, как это происходило в мае-июне, дело выглядит так, что ущерб экономике может быть меньшим, чем это предполагалось сначала. То есть падение экономики в этом году будет более плавным и не столь глубоким. Но это выглядит сейчас так. Выглядит так сейчас. И на самом деле очень важным оказался анализ, который провели аналитики Центрального банка. Они пишут, что возможно падение в экономике будет не столь глубоким, потому что Россия не так вовлечена в международные цепочки добавленной стоимости, как должна была бы. Она менее в них вовлечена, чем можно было ожидать. Это связано, во-первых, с обеспеченностью ее собственными ресурсами. Мы не импортируем ресурсы. Ну и вообще некоторой такой технологической большей изолированностью, чем это обычно у экономик такого уровня развития бывает. И в связи с этим падение может быть не таким большим, потому что не так много надо замещать импорта, как казалось сначала. Вот этого промежуточного импорта, то есть того, из чего делаются товары. И, наконец, это важная некоторая... Да, да, но при этом, пишут, они у России очень плохо с инвестиционным импортом. То есть у нас не так плохо все с промежуточным импортом. Это комплектующие материалы, из которых делается конечная продукция. Но очень плохо с инвестиционным импортом, то есть со станками. Вот станки у нас все, то, на чем делается продукция, это все импортное. Но станки вам нужно замещать не так быстро, как комплектующие. Без комплектующих вы не произведете товар. А станки, в общем, они меняются. Ну, там вам надо их поддерживать, надо их заменять, как-то обновлять, обслуживать. Но это более длительный. Поэтому и в российской экономике, исходя из этого, как бы, пишут они, оно стягивается. И проблем растяется на более длительную перспективу, но они не так сильны будут в моменте, вот в этом году. И падение, возможно, будет меньше. Наконец, третье исследование, это тоже Центробанк. Центробанк, но это такой опрос, широкий опрос предприятий, которые проводят региональное управление Центробанка России. Они опрашивают 14 тысяч предприятий и спрашивают их, что у них вот в реальности происходит. И этот опрос, как бы, показывает что? Что достаточно быстро многие предприятия нашли какой-то выход, когда у них через комплектующих и материалов. И половины, что есть проблемы такие, они в марте, там, в апреле, да, они сейчас говорят, что они решили эти проблемы. И действительно, в целом по экономике 30% предприятий сегодня говорят, что у них есть проблемы. Как с этим разобраться? И в связи с этим у них проблемы в производстве. Естественно, в некоторых отраслях, которые ориентированы на внутренний рынок и которые меньше зависят от импорта, это 80%, это там в сельском хозяйстве, в розничной торговле, в строительстве. Там 80% предприятий не испытывают никаких проблем с импортом. А вот в машиностроении, в производстве там конечной потребительской продукции, там, в обороте, там побольше процентов, там только 60% не имеют проблем, а 40% значит, и... Вопрос дальше, какой возникает, в чем, как бы, загадка, интрига момента. Вот есть некоторая скорость, с которой предприятия, которые раньше говорили, что они испытывают проблемы с импортом, они говорят, что они их решили. И есть кусок, который люди не решили. И получается в том, что дальше эта скорость, с которой предприятия находят замену импорта, она будет такой же, тогда у нас падение будет не очень значительным. А если вот те, кто может решить проблемы с импортом, уже решили, а те, кто остались, им очень трудно будет решить проблемы с импортом, и они их не решат, тогда падение будет довольно значительным. И поэтому сейчас, как бы, внимание специалистов, экономических аналитиков и рераши приковано к этому вопросу. Насколько этот процесс замещения импорта, который достаточно успешно прошел в мае, там, в апреле, в основном в мае, насколько этот темп этого процесса останется таким же, или это уже некоторый предел, и дальше мы имеем дело с теми 30% предприятий, которые будут дальше испытывать проблемы с импортом и не смогут полноценно, значит, работать в течение года, ну, в будущем. Падение будет гораздо большим, но сейчас экономические аналитики, они ориентируются на вот этот вот успешный период первого замещения импорта, и говорят, что он более успешный, чем они ожидали, поэтому падение будет меньше. Но мы должны понимать, это как бы, вот, если дела будут идти так, как они в мае шли, то тогда падение будет меньше. Но это не то, что точный прогноз, да, на следующем месяце он может измениться, если мы увидим, что дальше замещение импорта замедлилось, и больше он не замещается, но это самый такой важный вопрос сегодня про российскую экономику. И, соответственно, получается так, что санкции, да, принимались из некого общего представления о конструкции российской экономики, а дальше оказалось, что в действительности информации по ней не так много, и, в общем, как и в 2014 году, она поверхностно оказывается несколько более стабильной, чем это могло показаться, несколько более устойчивой. Ну, это оптимистический вывод, который можно сейчас сделать, но не факт, что мы сохраним его, он останется актуальным через месяц-полтора. Опять-таки, я хочу подчеркнуть это, мы говорим о том тренде, который мы увидели. Тренд хороший, что, скажем, 50% экономики испытывало проблемы с импортом, да, 50% предприятий, предположим, там около, и из них почти половина нашло ему замещение. Но вопрос в том, вот следующая половина, она с такой же скоростью начинает замещение или нет? Потому что, в принципе, то, что у вас 30% предприятий говорят, что они не могут заместить импорт, на данный момент у них есть проблемы. Это очень много, 30% предприятий. И мы не знаем, насколько этот тренд сохранится вот таким, или он сменится. Если он сменится, то окажется, что проблемы большие, просто они немножко более растянутые. И это интегра действительно никто не знает, никто не знал и не знает до сих пор, как вот такого рода ограничения подействуют на такого рода экономику, потому что, как мы уже говорили, по-моему, здесь, что вообще такого, такого случая не было в истории с 1942 года примерно, с 1942 года, такого случая, когда широкие санкции применяются к большой экономике. В 1942 году, это предыдущий случай, когда Соединенные Штаты после начала второй, второго вторжения Японии в Китай, они присоединились к антияпонским санкциям и начали устраивать блокаду Японии, блокаду именно импорта, когда Японии нужны были ресурсы, у нее нет своих ресурсов, она их ввозила. И вот, когда американцы начали блокировать, это была тогда, Япония, одна из крупнейших экономик мира, и это был случай, когда против крупнейшей экономики мира применяются широкие санкции, не точечные, не секторальные, а широкие. После этого санкции, либо применялись широкие санкции против маленьких экономик, либо ограниченные санкции против большой экономики, как это было с Россией в 2014 году. Что касается того, что в 2014 году экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем казалось, здесь есть разные мнения, и одно из мнений, оно состоит в том, что после Минских соглашений в 2016 году Соединенные Штаты в действительности очень ослабили санкции, неформально ослабили контроль тех санкций, которые и практически перестали действовать, именно потому, что пути их обхода сложились, а Соединенные Штаты не препятствовали этим путям обхода, чтобы как бы не драматизировать отношения и как бы замеряя Путина этим. Но как будет развиваться сейчас, непонятно. По всей видимости, Кремль и Путин рассчитывают на повторение этого сценария, что они сейчас путем шантажа, энергетического шантажа, зернового шантажа, может быть, каких-то еще политических инструментов, они договорятся с ними, те не будут препятствовать обходу многих ограничений, и таким образом, как и в 2016 году, они будут де-факто ослаблены, хотя юридически никто не будет их отменять. Но насколько само российское руководство довольно тем, как правительство справляется с противостоянием санкциями, санкциям и вообще работой экономики в этот фактически военный период. Вот в прошлую как раз пятницу, 15 июля, Путин перевел Юрия Борисова, вице-премьера, который отвечал за правильный военно-промышленный комплекс, на позиции главы Роскосмоса. Дмитрий Рогозин вообще отправил в неизвестность, хотя ходят слухи, что ему светит кураторство этих оккупированных территорий Украины. Вот эти все перестановки и добавления очередного вице-премьерства Денису Мантерову показывают ли они какую-то напряженность в работе российского правительства в экономической части? Я думаю, что да, что это свидетельствует о том, что есть какие-то потребности какой-то активизации какой-то программы, хотя я не очень понимаю, в чем эта программа состоит и какая стратегия здесь принята, но очевидно, что есть идея некоторой активной промышленной политики, для чего понадобилось повышать Мантерова, то есть некоторого активной помощи государству выбора приоритетов промышленности, где что замещать, какие программы импортозамещения активные проводить, чтобы восстановить работоспособность промышленных секторов, прежде всего машиностроения. Да, есть такое расширение такое и показывает, что они пытаются выстроить некоторую импортозамещающую промышленную политику, но я пока не могу сказать, я не понимаю ее контуров и ее главных стратегем и как это, в чем она состоит, поэтому здесь трудно что сказать. Да, у этой истории такой политический пиаровский контекст, мне кажется, что очень важным было для Путина унизить Думу и дело в том, что по его принятым поправкам Конституции Дума как бы получает больше полномочий и теперь должна решать, давать согласие на назначение вице-премьеров, не только премьера, но и вице-премьеров. И это как бы ее новое полномочие, это должно быть киевы, но действительно показал Путин, это такая как бы совершенный пшик, потому что он является царем, а думцы это его холопы, которые будут плясать ГПК, если он этого захочет и когда он этого захочет. И он после того, как они ушли на отдых, он их всех вызвал, чтобы как бобики вернулись и проголосовали за то, что им скажут проголосовать, им даже не говорили за что они будут голосовать до последнего момента, а потом голосуем за это, опс, ну и они исполнили ГПК и разошлись. Так что здесь было некоторое преувеличенное специальное действие, чтобы продемонстрировать, кто хозяина, кто холоп. Ну, пожалуй, Рогозин это такой в общем политический клоун, он начиная с начала 2000-х годов, он является таким рупором оголтелого такого национализма государственного в России, и если в 2004-м году, когда блок Родины, так называемый, это было такое некоторое крыло, право консервативное, которое должно было бороться с либеральным крылом, но теперь никаких крыльев нету, один фюзеляж, но он продолжает в нем играть свою роль, которая практически слилась с официозом, с мейнстримом, ну и собственно говоря, мне кажется, сейчас не важно совершенно, куда он отправится, это ну да, вот такая, такой-такой персонаж, он всегда был договорной персонаж, то есть он, это его оголтелый, такой оголтелая позиция, она всегда была договорная, она всегда была с Кремлем, и в общем так это остается и сегодня. Да, спасибо, мы много говорим про российскую экономику, но в общем для исхода кризиса и войны в Украине принципиально важное значение имеет и состояние экономики украинской. Вот 21 июля Национальный банк Украины объявил о девальвации гривны на 25% для, конечно, такого массового сознания, которое привыкло мерить глубину кризисов состоянием укрса национальной валюты, это как бы звучит вроде как угрожающе. В каком реальности состоянии находится украинская экономика вот в эти тяжелейшие, ужасные дни, месяцы для этой страны, насколько украинская экономика способна выдержать вот этот груз, напряжение войны с Россией? Да, это очень важный интересный вопрос, и я, конечно, прежде всего должен сказать, что я не специалист в украинской экономике, я не так глубоко понимаю, знаю, вот, и, но я понимаю важность этого вопроса, и это действительно так, что для Украины необходимо адаптироваться к длительной войне и адаптировать свою экономику. Украина очень интересная страна и такая непростая страна. Дело в том, что за последние 30 лет Украина, если мы посмотрим на глубину последних 30 лет, вот, постсоветского периода и всего, то мы видим, что Украина одна из стран с самыми низкими темпами экономического роста вообще в мире. Да, у нее такое очень... При этом страна не выглядит какой-то совсем неуспешной. Там как-то все живет, жила вот до войны на Украине развивалась, но при этом темпы роста выглядели низкими. С другой стороны, как бы реформы тоже, как всякие реформы, очень там трудно приживаются, они очень деформируются. Вообще такая сильно децентрализованная в этом смысле страна, в которой трудно проводить реформы. И много интересов, много игроков на поле. С одной стороны, это дает такой устойчивый плюрализм политической кумены, а с другой стороны, это препятствует некоторым таким целенаправленным стратегиям реформ. Но Украине необходимо придумывать что-то со своей экономикой, как-то перестраивать ее адаптироваться к такому опыту экономики воюющей страны. И в этом смысле, мне кажется, очень важен для Украины опыт Израиля, как он, с помощью чего он сделал, Израиль стал таким мощным экономическим отношением государством, и как это делается. и это очень-очень важная задача придумывания экономической стратегии Украины. Она сейчас не менее важна, чем то, что происходит на поле боя и в военной сфере. И могу пожелать, чтобы это удалось, чтобы Украина нашла эту стратегию. Это должна быть... Но эта стратегия важна и в политическом смысле. стала бы такой моральной победой. Еще одним примером успешного противостояния. Почему это очень важно действительно. Да, вот важные слова о примере морального противостояния, моральной победы. Вот здесь такая важная казалось бы история. Мы всегда говорили в России, очень радовались как можно одной из немногих позитивных реформ времени Путина это переход в контрактная армия. Но сейчас вот эта контрактность, да, найм людей на войну оборачивается несколько другой стороной. И в Украине с российскими войсками воюют призывники, ну или кадровые, кадровые военные, а в России со стороны России контрактники. Вот в этой связи был довольно нашумевший в по крайней мере по отзывам в социальных сетях репортаж показанный в Вестях недели у Дмитрия Киселева о Самарской семье Алексея Малова, сержанта-танкиста погибшего в Украине и его родители купили на так называемые гробовые деньги, купили машину, чтобы в частности поездить на кладбище к могиле своего сына. Мне кажется совершенно бессмысленным и даже морально неправильным обсуждать саму эту семью, тем более довольно неинтересно обсуждать заходы российской пропаганды, но тем не менее мне кажется, что этот сюжет высветил некоторые важные такие и символические и содержательные моменты. Во-первых, у меня складывается впечатление, что можно сказать, что российская власть развращает российское общество, развращает российских граждан, предлагая им пойти убивать других людей за зарплату, которая действительно во много раз превосходит то, что может в провинциальной России, в региональной России заработать средний мужчина 20-30 лет. Вроде как по сообщениям эти так называемые гробовые деньги исчисляются 5, 7, 12 даже миллионов рублей. И с другой стороны, что это говорит в действительности об экономике войны, режим, который готов действительно тратить довольно много денег на оплату фактически наемников. И соответственно, при всех разговорах о патриотизме, вроде как именно патриотизм является таким топливом жизни, продвижения и агрессивности путинского режима, но тем не менее получается, что этот режим опирается на наемников. Да, здесь есть несколько даже тем, несколько интересных вопросов, и действительно этот сюжет в нем есть, такая глубина. Первая тема и первый вопрос заключается, на мой взгляд, в том, что вообще контрактная армия, которая в России вот развивалась последние десятилетия, война продемонстрировала, что это тупиковая модель. Эти контрактники не являются профессиональными военными, не являются призывниками, и она подходит для мирного времени, когда никто воевать не собирается, и когда существует такая в общем серая некоторая институция, такая армия неподготовленная к войне. Тогда очень нормально туда набираются контрактники, люди, у которых нет работы, они получают какие-то деньги за то, что они переодеваются в военную форму и как бы должны в случае чего воевать, но они не становятся профессиональными военными и не способны воевать. Это такой палеотив институциональный. Это одна история, которую показала эта война. И вторая история, это собственно говоря про эту семью и про то, что центральная пропагандистская полностью контролированная Кремлем телевидение дает такой сюжет. За ним стоит более глубокая на мой взгляд вещь. Почем этот сюжет? Это такая тема православного Ирана, который Кремль хочет выстроить в России. Такого традиционалистского общества, у которого такая система ценностей. Это система ценностей какого-то предыдущего цивилизационного этапа, когда в семье много детей, и когда в общем идея того, что кто-то из них погибнет или отправится навсегда на какую-то службу неведомую. Это реальность, с которой мы живем, такой нормальный фатализм нищеты и патерналистского уклада. Отчасти это напоминает, как в рекруты отдавали в XIX веке в России солдат села нужно было отправить кого-то в рекруты и у какой-нибудь семьи, у которой несколько сыновей договариваются, что они отдадут одного, а в рекруты отправляли на 25 лет, то есть человек выпадает из жизни, он возвращается с глубоким стримом, и у него не будет семьи, он не будет участвовать в работе, и семьи, другие семьи деревни собирают какой-то как какие-то деньги, которые она дает семье, а эта семья теряет работника, ну так вот сложилось, это вот какой-то такой уклад, и это вот часть вот этого представления Кремля о глубинном народе, как о таком малообразованном, туповатом, покорном, включенном в традиционные ценности, ну что вот патриотизм, вот ребеночка отдали родине, как к этому чудовищу, чудищу облу, ну так сложилось, так устроена жизнь, что ж делать, вот зато машина есть, тоже хорошо, это, это, как бы, Кремль подстраивается, этот образ такого, такого традиционалистского общества, как бы, его внедрить, его, его логики, популяризовать, и представить как некоторую норму такой российской жизни, ну вот примерно так я это понял и прочитал, этот действительно выдающийся сюжет пропагандистский. Другая картина, другие телевизионные сюжеты, тоже, как мне кажется, имеющие символическую и содержательную глубину. Встречи Путина в Тегеране с верховным лидером Ирана, Италой Хаминей, с президентом Турции Эрдоганом, вспоминается фотография конференции Тегеран Тегеран-43, СССР, Соединенные Штаты и Британская империя. Вот теперь троица, в которой участвует Россия, которая столько значения придает своему правоприемству Советскому Союзу, выглядит вот таким образом. Понятно, что в западном мире это комментируется как свидетельство российской изоляции, но по факту это такой интернационал антизападных авторитаризмов, или это действительно случайная такая тактическая конфигурация, в которой у всех свои собственные интересы и задачи, и лишь только на картинке получается такое красивое единство. Ну, да, это интересно, это мы так очень естественным образом переходим от темы православного Ирана, о которой мы только что говорили в предыдущем сюжете, это ее продолжение, мы видим, что вообще география путинских и зарубежных визитов, она как бы крутится по такой по азиатскому авторитаризму, да, и это как бы наш горизонт теперь нашей дружбы, наших взаимоотношений с внешним миром, вот это наш лагерь, наши близкие и нам. В этом смысле, да, вот так Путин решил заместить, заместить весь спектр внешних связей с Западом, заместить вот этим вот новым спектром, в котором теперь должна Россия, в котором она должна погружаться, в котором ее место историческое с точки зрения Путина в ряду таких полу очень консервативных, фундаменталистки настроенных, патерналистских обществ. Кроме этого, надо отметить, что визит в Иран это безусловно такая акция антиизраильская, потому что мы понимаем, что главный сюжет напряжения на Ближнем Востоке и в этой Азии, вот в этом регионе мира это Иран и Израиль, и конечно, такой визит, он в значительной степени носит такой антиизраильский характер, такой некоторый вызов Израилю. Вот, что касается присутствия Эртогана, при этом исторически отношения России и Ирана не очень хорошие, и в Иране прекрасно помню, что Россия многократно продавала свое политическое влияние, получала от Запада какие-то бонусы за то, что присоединялась к антииранским санкциям, так что здесь нет перспективы стратегического партнерства, как мне представляется, но в этом смысле это скорее символический жест. Что касается Эртогана, то он, по всей видимости, был там в другой роли, и Эртоган как раз это такой игрок важный, Турция важный игрок, она играет на нескольких, она имеет то, те преимущества, которые утратила Россия, которые раньше были у России, которые она утратила, преимущества страны, которая не является частью западной коалиции, но при этом имеет разные линии, в которых она вступает в коалицию, темы, набор тем и областей, в которых она вступает западом в коалицию, а где-то она не вступает в эту коалицию. И вот это ее политически сильное позиционирование. Турция как политический игрок от этого выигрывает, от этой частичной включенности, частичной невключенности в западной коалиции. Ну и как мне представляется в этом случае, Эрдоган выступал переговорщиком Путина с внешним миром и с западом по поводу разблокировки зерновых торговых путей, экспортных путей, и какие-то там были по этому поводу договоренности, вот говорят, что они продвинутые, но мы понимаем, что Путин скорее всего требует каких-то послаблениях в санкциях за то, что он позволит зерну выходить из портов украинских. Очевидно, да, какой-то там будет размен, и какой-то запад будет за это закрывать на то, на пути закрывать глаза на пути обхода санкций, которые будет использовать Россия. Ну, подробности можно только гадать, как это будет устроено, но это движение в том направлении сценария 2016 года, 2014-2016 года, когда Путин добился послаблений в санкционной политике за счет прекращения наступления на Донбассе как раз, то есть это чистое повторение этого сценария, и, как видим, но оно только масштабированное повторение этого сценария, и, как видим, Запад пока ничего не научился, не то, что ничего не научился, но не может противостоять этому шантажу, связанному с войной, сопряженному с войной, со стороны Путина. Вы сказали, что, и совершенно справедливо, что визит в Иран, это определенным образом антиизраильский жест, и вот тут параллельно московский Минюст подал иск о ликвидации организации Сахнут в России, вот интересно, Турция поставляет Украине Байрактаре, и Путин дружески пожимает руку Эрдогану. Израиль, в общем, занимает из всех западных таких развитых стран, занимает максимально нейтральную позицию, ограничивается только гуманитарной помощью Украине, но Россия раз за разом совершает антиизраильские жесты, с чем это может быть связано? Что это связано с позицией Израиля, тоже есть некоторые подвижки, как мне представляется, что там есть довольно значительное давление с разных сторон, в пользу того, чтобы Израиль более активную занял позицию, проявил себя, как участник западной антипутинской коалиции, и соответственно, со стороны Кремля все время идут предупреждения о ответных действиях, в случае, если Израиль будет сдвигаться в эту сторону, ну вот мы наблюдаем отголоски этой борьбы, которая, ну, непонятно, чем она кончится, но борьба за Израиль идет активная и со стороны западной коалиции, которая и израильская правительство находится под некоторым давлением снизу, где антипутинские настроения очень сильны и ну вот и пытается удержаться в как бы чтобы не не навредить собственным интересам, но в то же время не потерять союзников на Западе и не оказаться в ложном положении. В общем, это такое перетягивание каната Израиля на себя и очевидно все эти новости и сам визит в Иран они должны в контексте этой борьбы за Израиль интерпретироваться и рассматриваться. да, хорошо, тогда вот мы тоже пройдя такой некоторый круг по Ближнему Востоку возвращаемся в пространство войны России и Украины и на прошлой неделе был целый ряд заявлений касающихся возможной аннексии оккупированных территорий, об этом говорили американцы, американцы и европейцы говорят об этом не в первый раз, но одновременно там буквально вот на следующий день, как спикер Белого дома в очередной раз сказал, что Россия готовится аннексировать территории Херсонской и Запорожьской областей, глава российского МИД Лавров тоже сказал, что география спецоперации теперь изменилась. Понятно, с точки зрения такой воинственно-империалистической логики аннексия этих территорий видится совершенно естественно, но есть же все-таки некоторое количество других потенциальных соображений, как то сужение пространства дипломатического маневра или потенциальное недовольство россиян тем, что им придется платить за восстановление и вообще поддержку этих территорий, потому что в отношении Крыма первичная эйфория от того, что Коктебель теперь наш сменилась в том числе настроениями, а почему мы должны столько денег туда вкладывать, почему мы всех должны кормить. Кремль как бы сужает себе пространство возможностей, он просто не может уйти, не может уже уйти из этой воронки или давление как бы таких собственных интересов бюрократии оказывается уже здесь сильнее стратегии. Ну, это важная тема и мне кажется, что есть несколько уровней. Во-первых, я до сих и сегодня не убежден, что подготовка вот этой аннексии этих территорий, что она не является попыткой размена, то есть как бы что Путин готов также не проводить такую аннексию, если Запад пойдет на какие-то уступки. Но я думаю, что на серьезные уступки Запад не пойдет в этом вопросе и тогда Путину придется проводить аннексию этих территорий. Что касается слов Лаврова, что география спецоперации изменилась, это, конечно, он как всегда врет и изначально коридор в Крым был важнейшей целью Украины. просто сейчас надо представить цель как бы ее включить для населения, как-то ее объяснить населению, потому что говорили, что только Донбасс и Луганск мы освобождаем, а почему Макерсонскую область освобождаем, надо как-то сейчас объяснить и начнут какую-то пропагандистскую кампанию по объяснению этого. Но подчеркну, что я не исключаю, что это является попыткой размена с Западом, ослабления санкций, тоже неформального в обмен на непроведение таких референдумов. Это действительно очень интересный вопрос, и это отличается от Крыма. Дело в том, что российское общественное мнение настроено скорее изоляционистом имперским. И вопросы всех последних лет, начиная с 2014 года, они свидетельствуют, что за исключением Крыма идея включения новых территорий в состав России не поддерживается особенно. Обычно 23-25% поддерживают это и вхождение Луганской, Донецкой Республики, вхождение Белоруссии в состав России. Все 25% они хотят проращивать территорию. Все остальные скорее не хотят, скорее они видят в этом некоторую экономическую угрозу своему себе и России и своему благополучию. И в этом смысле вот этот синдром Советского Союза, империи, которая экономически не выгодна для Минополии, эта модель она сильно сидит в сознании и она очень ограничивает такой естественный империализм русских. Россия Российское население для него характерна великодержавность, то есть понимание российской государственности как государственности великой державы, это очень важно, но это не империализм, в том смысле, что этот концерт, он не включает в себя идею территориальной экспансии, которая кажется экономически очень опасной и затратной вещью. вот, действительно включение этих территорий в состав России не даст путину никаких очков, а скорее отнимет их. Она совершенно губительна, на мой взгляд, в политическом смысле, потому что единственный результат всех этих событий и референдумов будет заключаться в том, что Россия утратит свою территориальную субъектность, потому что совершенно будет непонятно вообще, где в этой стране кончается и начинается ее естественная территория. И будет продемонстрировано, что на самом деле территориальные вопросы решаются референдумами. То есть, например, если Татарстан в какой-то момент ослабления России проведет референдум о том, что он не входит в состав России, а присоединяется, например, к Турции и становится независимым государством, то это будет восприниматься естественно. Потому что Путин сам приучил население, что если где-то на территории проводится референдум, то так это и есть главный способ решить территориальные проблемы. Поэтому Путин, который начал как бы некий собиратель российских земель, пришел к ситуации, когда он может удержать территориальную целостность России на штыках. И это его идеология, территориальная целостность определяется силой штыков и территорией референдума о том, где эта территория теперь будет находиться в составе России, вне составе России, будет она присоединяться к другим странам. В общем, это все вопрос, который решается населением и штыками войной. И это совершение вредительства с долгосрочным интересом России, это как бы такой важнейший шаг по развалу России и по дестабилизации ее как некоторой территориальной целостности, территориально-политической целостности. Но уже такие ставки так запуслили дела, что ни в чем не разбираемся, никакой стратегии тут нету, это стратегия развала государственности, развала государственности. да. Да, и получается, что режим начинает опираться на довольно инструменты, которые используют режим для своего поддержания, оказываются ограниченного действия. И насколько можно судить, то же самое происходит и с инструментами информационной пропаганды. Я в заключении нашего разговора собственно хочу вернуться к еще одного материала «Ри Раша». Это статья Сэма Грина, директора Института России в Кинс Колледж в Лондоне о дилемме информационного диктатора, о том, как несмотря на изменения политической ситуации, с одной стороны интернет получает все больше роли, а с другой стороны оказывается, что уничтожив остатки независимых средств массовой информации, пропагандистская сила, информационная сила диктатуры оказывается при этом как ни странно слабее. Да? Это так? Да. Это очень интересная статья Сэма Грина. Я бы, я сказал бы, да, что на Рераша появились вот за последнюю неделю два материала, связанные с общественным мнением из информационной ситуации, с информационной медиасредой, ее характеристика. Один, это был, это анализ трендов в сфере медиапотребления, который основан на опросах Левада-центра. Это наш такой аналитический материал, аналитический обзор, где говорится о том, что как бы вот тренд на сжатие, скажем так, когда начинается война, это так было в четырнадцатом году и так было в начале этого года, когда начинаются боевые действия, то телевизор, который теряет свое влияние на умы населения, теряет свое влияние на население и становится такой исключительным таким рупором для пенсионеров и тем, что потребляют пенсионеры. Когда начинается война, то люди волнуются и они стоят в телевизорах, в телевизорной картинке, потому что им важно смотреть войну, что там происходит. И война является средством возвращения влияния телевизора. Так было в четырнадцатом году, в четырнадцатом-пятнадцатом, и так было в марте этого года, но в марте этого года этот эффект оказался исключительно кратковременным, и мы как раз пишем о том, что, судя по вопросам, что тренд на сжатие влияния телевизора, он вернулся. Телевизор немножко взлетел в доле потребления, медиа потребления в марте, но уже к маю, к июню, к июню, даже к концу мая опустился в точку. То есть, бывает, не дала приращение телеаудитории, телевизор не сумел держать такую аудиторию около себя и быстро потерял то, что приобрел в марте. В то же время социальные сети остаются, они наступают на пякки телевизору, и потребление через социальные сети или телеграм, то есть, это люди, которые говорят, что у них главные источники информации для них это телеграм, социальные сети, оно, вот доля этих людей, она вплотную приблизилась к, значит, тем, кто указывает в такой, в этом качестве телевизора. Статья Сэма Грина посвящена тому, как вообще модель управления медиапространством формировалась, развивалась в России и в Белоруссии в предыдущие 20 лет, где, значит, две диктатуры, российская модель была гораздо более мягкой, и она, в ней не было такого, если в Белоруссии как бы такая от советской ценой очень быстро перешли к модели Лукашенковской управления медиапространством, и там не было особого плурализма никогда устойчивого такого, то в России эта эпоха плурализма была, и Путину пришлось ее с ней очень долго зажимать и уничтожать эту эпоху, и Кремль использовал такую более мягкую модель кооптации, кураторства, покупки, и создал такую серую зону как бы изданий и медиаресурсов, которые не являются целиком прокремлевскими, но транслируют отчасти кремлевскую повестку, отчасти ставят некоторые преграды повестки оппозиционной и находятся в такой серой зоне. И вот опросы, на которые опирается Сэм Грин в этой статье, они показывают, что эта модель такая связанная с кооптацией больше, чем с запретами, то есть запреты плюс кооптация. Эта модель, она гораздо более эффективна, потому что вот эти вот СМИ, которые находятся в серой зоне, то есть они не полностью оппозиционные, но и не полностью прокремлевские, они обеспечивают больше эффект для трансляции необходимых режиму месседжа и населения, чем если разделить медиапространство такой жесткой стеной, вот здесь вот оппозиционные, то есть вот сейчас происходит противоположное, Кремль вытолкнул практически все, что претендует на некоторую независимость из легального поля, это все ушло в чистую оппозицию, которая вещает из-за границы через сети, социальные сети и интернет, а кремлевские медиа, они становятся совсем такими пропагандистскими и не дают более широкого взгляда. И идея в том, что на самом деле в благосрочной перспективе это менее выгодная для авторитаризма модель, потому что она ведет к поляризации и к утрату, к сокращению влияния режима на вот такого среднего обывателя, который выпадает из пропагандистской медиа, медиа-среды, она ему не подходит, она для него слишком пропагандистская и он будет искать альтернативные источники информации на стороне. Что в долгосрочном периоде это будет происходить так, и это менее выгодно кремлю, чем та модель, которая была, но проблема здесь в том, что это как бы мой такой комментарий, этого нет в статье, что это в общем не выбирают это изменение, оно как бы является результатом изменения стратегии Кремля и это изменение стратегии, частью которой является и отравление Навального, и усиление цензуры и давление на независимые организации, независимые медиа в 20-21 году и частью которой является и война это все это в некоторой степени является реакцией на то, что во второй половине 2010-х годов Кремль стремительно утрачивал контроль над медиапространством и прежде всего над тем медиапространством, которое потребляли младшее поколение, тем, кому меньше 40 лет и все случившееся потом это попытка отчаянная попытка противостоять этому тренду, сломать этот тренд и именно это определяет переход Кремля от модели такой мягкой диктатуры мягкого более-менее мягкого авторитаризма конкурентного авторитаризма который допускает некоторый плюрализм мнений в обществе к такому консолидированному авторитаризму диктатуре центрально-азиатского типа который совершается попытка транзита который совершает Путин в последние 3-4 года и это часть этой стратегии ну и она как бы не терпит уже полутонов эта стратегия и того мягкого отношения более мягкого отношения более хитрого отношения которое Кремлем практиковалось в начале 2010-х годов и в 2000-е годы это другая стадия и это на мой взгляд это результат это не нападение то есть это нападение но которое является защитой это реакция на то что Россия российское общественное мнение российское общество вестернизировалось идеологически вестернизировалось в 2010-е годы и уходило из вот этого путинского влияния сильного в 2000-е годы и то что происходит сегодня что происходит в последние годы это попытка удержать ее сменить трек ее исторической как бы исторической рейф этой ледины да все эти месяцы действительно я тоже не могу отделаться от впечатления что Путин воюет не только с Украиной не только противостоит коллективному Западу но в общем воюет с будущим России и в некотором роде ну да с более с более молодыми с более молодыми поколениями по крайней мере части российского населения которые успели за это время стать другими и выйти хотя бы отчасти из этого из-под этого давления патроналистских патроналистских и авторитарных ценностей и практик ну как обычно да мы едва ли можем в эти тяжелые дни и месяцы завершить разговор на какой-то оптимистической ноте но это реальность реальность окружающей нас жизни реальность окружающей нас политики будем продолжать следить за происходящим и анализировать это здесь вместе с проектом Рераша и на канале о стране и мире где мы стараемся публиковать высказывания заметки и посты наиболее интересных экспертов политологов и социологов огромное вам спасибо Кирилл и до следующей пятницы подписывайтесь на нас в YouTube и в Telegram ставьте лайки и делайте перепосты большое спасибо и до новых встреч спасибо спасибо Продолжение следует...